МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Оркин Медиа Новости в студии Акмарал Кладбекова. Здравствуйте! Сегодня информационная служба подводит итоги недели. Коротко о том, какими событиями и происшествиями она запомнилась. Жестокая расправа. В Караганде задержали убийцу трехлетнего ребенка. Дал признательные показания о совершении похищения и убийства ребенка. Мощный поток в Балхаше прорвало трубу отопления. Пострадали несколько машин. Был причинен ущерб в районе нескольких миллионов тенге. Правила вождения. Экзамены на водительские права балхашцам придется сдавать в Караганде. В селе Бурмашетского района 23-летний парень похитил и убил трехлетнего ребенка своей возлюбленной. Преступник вырвал мальчика из рук матери после ссоры и убежал. Его искали больше 600 человек – полицейские, кинологи и волонтеры. Тело ребенка нашли в лесопосадке, позже задержали и подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим за убийство. Подробности в сюжете. Кинологи с собаками, полицейские и волонтеры. Всего больше 600 человек несколько дней искали трехлетнего Максима Гарифулина. 5 сентября в селе Бурма после ссоры его вырвал из рук матери и похитил бывшей возлюбленной женщины. 8 сентября тело ребенка нашли в лесопосадке на окраине. Предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия с давлением шеи и грудной клетки тупым твердым предметом. Также у мальчика обнаружили переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, кровоизлияние в мозг и разрыв правого легкого. Мы двое суток искали ребенка, прочесывали всю местность. Несмотря на плохие погодные условия, поиски не прекращались. Прочесывая лесопосадки на окраине села Бурма, я с напарником, обнаружили тело ребенка в кустах. На место вызвали следствием оперативную группу, место происшествия. Было цеплено, доложились руководства. Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка, 23-летнего Игентая Сопужанова, объявили в республиканский розыск. 9 сентября около часа ночи его задержали на привокзальной площади Караганды и водворили в изолятор временного содержания. Позже Шетский районный суд вынес санкцию об аресте Сопужанова на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия. Дал признательные показания о совершении похищения и убийства ребенка. Оказалось, что задержанный уже был судим за убийством. Четыре года назад он зарубил топором тетю мамы погибшего мальчика. По некоторой информации, из-за того, что родственники девушки были против их отношений. Тогда преступнику назначили 9 лет тюрьмы, а в феврале этого года выпустили условно-досрочно. Теперь проводится расследование в отношении сотрудников службы пробации, которые ходатайствовали о его освобождении. 12 июля 2018 года мера наказания была снижена с 9 лет до 6 лет 8 месяцев. Администрация учреждения обязана в 5-дневный срок уведомить осужденного. При этом администрация учреждения, где отбывал наказание Сопужанов, охарактеризовала последнего отрицательного. Так как за время отбывания наказания имел 5 взысканий и 2-ю отрицательную степень, рекомендована нецелесообразность предоставления на освобождение. В Балхаше временно приостановили новый тариф на горячую воду. Пока в департаменте комитета по регулированию естественных монополий не утвердят правомерность поднятия цены, будет действовать старая стоимость. Напомним, новые цифры за горячую воду балхашцы увидели в квитанциях за август. В повышении цены коммунальщики объяснили тем, что балхашская ТЭЦ подняла стоимость на химоочищенную воду втрое. Если раньше 1 кубический метр горячей воды стоил 136 тенге, то после составил 262 тенге. Сейчас тариф решили временно приостановить и оставить в действии прежний. А новую цену обещали утвердить после обсуждения в департаменте комитета по регулированию естественных монополий. В связи с тем, что данное повышение вызвало многочисленные жалобы и нарекания со стороны населения, нами повторно было направлено письмо в департамент комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области о правомерности повышения отпускного тарифа на химоочищенную воду ТОК «Азахмус Энерджи». В Балхашском парке заливают фундамент ограждения, демонтируют старые фонари и копают траншеи для коммуникации. До конца года первым этапом в сквере должны провести полив, освещение и обустроить новую арку. За всеми работами следит специальная комиссия из общественников, технодзор и власти. О сроках и проектах богоустройства в следующем сюжете. 30 сантиметров в глубину, по 40 в ширину и высоту такой фундамент заливают для забора центрального парка. Сначала полностью демонтировали старое ограждение и сейчас приступили к строительству нового. Прежние колонны, по словам специалистов, пришли в негодность. То, что разработано проекту ограждения, оно и не соответствует, потому что старые заборы столбчатые были. И верхняя часть, она гипсовая была. Бетон, конечно, крепчает каждый год, но атмосферные осадки газа разъедают бетон. Поэтому тот бетон, который здесь существовал, он уже непригодный, он уже разрушенный. Демонтируют и старые столбы освещения. Вместо них установят двухрожковые опоры высотой в 10 метров. За всеми работами тщательно следит технический надзор. Данный проект должен осуществляться строго по проекту, с учетом, конечно, мнений Общественного совета Масляхата и руководства ЖКХ. Поэтому я должен следить именно, чтобы все строительные работы велись по нормам СНИП Республики Казахстан. В этом году первым этапом в парке сделают ограждение, освещение, проведут подземные коммуникации, для них уже копают траншеи, а главное – восстановят полив. На сегодняшний день часть полива половины парка, она не функционирует, поэтому мы должны в этом году ее восстановить, чтобы полив обеспечивался полным ходом и полном объеме. Так как уже имеются прецеденты высыхания деревьев, мы должны эти работы ускорять. В 2020-м начнется второй этап – комплексное благоустройство внутренней части парка, а также посадка деревьев. Какие виды растений появятся в сквере и в каком количестве сейчас решают специалисты. Новый вид центральных парк Балхаша должен обрести к концу следующего года. Наш парк разделен на функциональные зоны по целевым и возрастным категориям. В первую очередь будут благоустроены наши тротуарные дорожки, будут установлены дополнительные велодорожки, будут созданы инфраструктуры для велосипедистов, детские площадки, будут установлены новые урны, скамейки. В Балхаше во время испытания на сетях прорвало трубу отопления. Поток был такой силы, что вода хлынула с глубины около 2,5 метров на высоту третьего этажа. В результате пострадали припаркованные поблизости автомобили и деревья. Подробности происшествия у Виктории Буханцевой. Фонтан высоту третьего этажа на улице Сифулина хлынул в четверг около трех часов дня. За домом номер 10 прорвало трубу, которая лежала под землей. Сильный напор сломал несколько деревьев, разбил стекла и помял капоты у машин, которые стояли на парковке гостиничного комплекса в 20 метрах от места происшествия. Пострадали пять машин. Одна машина пострадала очень сильно. Был причинен ущерб в районе нескольких миллионов тенге. Мы вынуждены будем подать в суд на сужилу транс. Как выяснилось, на месте прорвало трубу отопления. Магистральные сети лежали на глубине двух с половиной метров. И во время гидравлических испытаний вода под напором вырвалась наружу. Устранять аварию выехали специалисты сужилу транс. Коммунальщики оцепили участок и перекрыли воду. Проводились испытания подающих линий магистральных сетей номер один, номер два. В принципе, работы эти проводятся именно для того, чтобы выяснить, где слабые места магистральных сетей, чтобы зимой не было таких вот аварийных ситуаций. Сейчас, в данный момент, выявилось, что здесь слабое место. Дело об аварии на магистральных сетях теперь рассмотрят в суде. По закону, организация сужилу транс должна возместить причиненный ущерб после вынесения решения. В Казахстане изменили правила выплаты адреса социальной помощи. Суммы будут пересчитывать в случае изменения состава семьи и дохода. В назначении АСП могут отказать семьям с доходом выше черты бедности, трееспособным гражданам, которые отказались от предложенной работы, и тем, кто предоставил ложную информацию для получения выплат. При этом размер адреса социальной помощи пересчитывается в случае изменения состава семьи и дохода со дня наступления указанных обстоятельств. Получатель должен сообщить об этом в течение 10 рабочих дней. Каждые три месяца специалисты проводят мониторинг, и при выявлении несоответствий незаконно полученные деньги придется вернуть. В Волхаше были факты предоставления ложных сведений. Некоторые жители добровольно вернули перечисленные, по остальным документы готовят в суд. Кроме того, теперь лица, получившие временную прописку, могут подать документы на получение выплат только через полгода. Сейчас адресную социальную помощь получают больше 200 балхашских семей. Раньше по временной прописке можно было сразу подавать документы на АСП, сейчас только по прошествии шести месяцев. Данные изменения внесли приказом министра труда и соцзащиты в конце августа. С подачей заявлений и по вопросам адресной социальной помощи нужно обращаться в Центр занятости населения. Экзамены на водительские права балхашцам придется сдавать в Караганде. После реформы регистрационные подразделения в городах закрыли и передали их функции в спеццоны, а ближайший к нам находится в областном центре. В начале года вышел закон, по которому проведение теоретических и практических экзаменов на права передали в госкорпорации и правительство для граждан. 1 июля регистрационные подразделения закрыли и перевели их функции в цоны и спеццоны. Теперь в Балхашском центре обслуживания населения могут сдать экзамены только те, кто лишился водительского удостоверения. А жителям города, которым первично нужно пройти проверку теории и практики вождения, придется ехать в Карагангинский спеццон. В настоящее время автоматизированный автодром, на котором сдаются экзамены кандидатам без посторонних. То есть он сам один садится в машину, ездит, камеры это все фиксируют. Однако сейчас автодром на ремонте, буквально до конца, этот плановый ремонт до конца автодрома завершится и полностью будет приниматься экзамен. В настоящее время мы на территории старого автодрома, это возле ОКУ ГАИ, прогресса 1, комиссионно принимаем экзамен по практическому экзамену. А теорию сдаем спеццоны. В Балхаше открыли сезон охоты на водоплавающую дичь. До 30 ноября любители пострелять смогут добыть уток, гусей и лысух. Для этого охотники должны приобрести путевку, разовую на 3 дня или сезонную до 30 ноября. Балхашцы смогут сами выбрать вид дичи и количество на отстрел, но не больше установленной нормы. В этом году пострелять можно на 4 охот-участках – Северное, районные Кокдомбах, Чубар-Тюбек и Сасык-Коль. В этом году нам больше дали густя, потому что если в прошлом году у нас было всего лишь 968 густей, то в этом году у нас 1500 густя. Но утка и лысуха, они остались в прежних размерах. Охота будет продолжаться на водоплавающую дичь до 30 ноября. Не переключайтесь, во второй части выпуска вы увидите. Пусть всегда будет мама. В выходные в Казахстане отметят День матери. Первого ребенка я родила в 20 лет, последнего в 42. Благотворительный концерт. Почти 130 тысяч тенге собрали неравнодушные балхашцы на покупку канцелярии и школьной формы. Так как республиканская акция «Дорога в школу» продолжает. Золото в копилку. Балхашец стал победителем чемпионата Азии по грэпплингу. У меня было 4 схватки. Ежегодно каждое третье воскресенье сентября – День матери в Казахстане. Все мамы страны отметят свой праздник уже в эти выходные. Наши женщины успевают совмещать воспитание детей, работу по дому и даже бизнес. Корреспонденты Оркин Медиа встретились с некоторыми жительницами города и узнали секреты счастливой семейной жизни. За столом в доме жительницы микрорайона Конорат Русалды Маутанбековая всегда многолюдно. 70-летняя женщина – многодетная мать. У нее 10 детей, 29 внуков и 4 правнука. Поэтому даже обычный семейный ужин превращается в большой праздник. Первого ребенка я родила в 20 лет, последнего – в 42. Сначала было тяжело. Мы жили в совхозе Актугайского района. У нас было свое хозяйство, корова, сами себя обеспечивали. Сейчас все дети выросли уже, завели свои семьи. Живем все рядом, поэтому собираемся так часто. Многодетную мать наградили подвесками Кумыс и Алтыналха. А в этом году семья участвовала в конкурсе «Мирели от Басы» и заняла призовое место в области. Я очень рада, что у меня много детей. Это большое счастье – иметь такую большую семью. У моего четвертого сына пятеро детей, у остальных двое-трое. Бизнес-вумен Умитба Багалиева совмещает воспитание троих детей и собственное дело. Шитьем женщина занимается уже 10 лет. Недавно открыла отелье, а в этом году по программе «Бастау Бизнес» получила грант и расширилась. Дети – главные помощники. Старшая дочь, восьмилетняя Амина, после уроков приходит на выручку. Совмещать бизнес и семью мне не тяжело. Старшая дочка помогает, младшая и сын тоже приходят, смотрят, учатся. Я хочу, чтобы дочки тоже умели шить и продолжили мое дело. Ежегодно каждое третье воскресенье сентября в Казахстане отмечается День матери. Праздник учредили в 2012 году по указу первого президента Нурсултана Назарбаева. Сейчас в Балхаше живет больше 38 тысяч женщин. Около 600 из них награждены медалями Кумыс и Алтын-Алха и имеют 6 и более детей. Виктория Буханцева, Булай Буранбай, Оркен Медиа. Почти 130 тысяч тенге собрали неравнодушные балхашцы на благотворительном концерте. Деньги пойдут на то, чтобы собрать нуждающихся детей к школе. Концерт проходил во дворце школьников. На сцену вышли больше 50 юных артистов от 3 до 12 лет. В программе были песни, танцы, живая музыка от воспитанников школы искусств и не только. Исполнителям удалось собрать около 130 тысяч тенге, которые потратят на канцелярию и школьную форму. Так как республиканская акция «Дорога в школу» продолжается до 30 сентября, и возможно будут выявлены дети, которым еще до сих пор не хватило канцелярии или формы, все эти деньги сразу же будут перечислены им, их оденут, обуют и подготовят к школе. На этой неделе отметят Международный день вязания крючком. Эта техника считается наиболее простой, чем вязание на спицах. Кроме того, вязание крючком благотворно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Корреспонденты Оркин Медиа встретились с рукодельницей Еленой Полудневич. Для жительницы города вязание стало любимым хобби. Виктория Буханцева продолжит тему. Тысяча цветных клубков – красный, желтый, синий. За несколько часов в руках Елены Полудневич превращается в неповторимые изделия. Вязание жительница города научилась в семилетнем возрасте у бабушки. Вспомнить любимое хобби женщина решила после рождения дочери. Для нее Елена начала делать безопасные игрушки и вещи. С появлением дочки два года назад я уже решила попробовать связать ей игрушку. Потому что в магазинах много китайских игрушек, пластик непонятного качества. Когда ребенок играет с этой игрушкой, вот эти вот петельки хорошо помогают развитию мелкомоторики. Это все гипоаллергенные, натуральные. Помимо привычных вещей, сегодня рукодельницы вяжут сумки, тапочки, пинетки для малышей и игрушки амигуруми. В среднем на одно изделие уходит около семи дней. Научиться, конечно, вязанию никогда не поздно. Если в семье есть дети, можно также их увлечь этим интересным занятием. Развивает терпение и усидчивость, внимание, концентрацию. Психологи сравнивают вязание с йогой и медитацией. Поэтому часто рекомендуют его для борьбы со стрессом и депрессией. Именно выполнение одних и тех же монотонных действий помогает успокоиться и расслабиться. Виктория Буханцева, Акмарал Куатбекова, Руслан Сипен, Оркинмедиа. Балхарские легкоатлеты стали лучшими на чемпионате области. На соревнованиях среди спортивных школ они завоевали четыре медали разных достоинств. Чемпионат по легкой атлетике собрал около 250 спортсменов со всей области от 14 до 17 лет. Балхарш представляли семь воспитанников в США. В течение двух дней участники прыгали в длину, в высоту, бегали на разные расстояния, метали снаряды и не только. По результатам выступлений Милана Сотникова завоевала золото в беге на 3000 метров и серебро на дистанции 1500 метров. Расстояние в 100 метров за 11 секунд преодолел Евгений Гробовский, ему досталась бронза. Почти на 12 метров толкнул ядро Исмаил Алиев и стал четвертым. Теперь победители готовятся поехать на республиканский чемпионат, который пройдет на следующей неделе в Караганде. Результатами, хочу сказать, недовольна, но я пробежала по своей норме. Я выполнила третий разряд, но, конечно, я стремлюсь ко второму разряду. Но так как погодные условия не позволили это сделать, пришлось пробежать по своей норме. Когда готовился, у меня было время 11.08, на соревнованиях я улучшил время, стало 11.06. Результатом вполне доволен. Есть над чем работать. И результатом на 200 метров тоже доволен, тоже улучшил. Балхашец Алем Байдагулов стал победителем чемпионата Азии по грэплингу. Золото в одном из видов борьбы спортсмен привез из Узбекистана. Турнир проходил в Ташкенте. Для участия приехали около тысячи спортсменов разных возрастов из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В том числе и 13-летний балхашец Алем Байдагулов. Он выступал в весовой категории 47 килограммов и провел 4 схватки. В финале в соперниках был алматинец, с которым Алем встречался на чемпионате по джиу-джитсу. Тогда балхашец уступил, а в этот раз сумел одолеть противника и победил со счетом 6-0. У меня было 4 схватки. Соперники были из России, из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Было тяжеловато. Это был полуфинал против Кыргыза. Счет был равен, но в конце схватки я выиграл по баллам. В эти выходные школьники сыграют в финале за кубок Акима города. А команда «Металлург» встретит на своем поле карагандинскую сборную «Гефест». Ученики будут отвечать на вопросы в стихах, а в городском музее пройдет выставка. Рубрика «Афиша» далее. В эту субботу, 14 сентября, школьники обсудят тему «Наркомания и опасное пристрастие». Участникам расскажут о психологических и физических последствиях болезни. В дискуссии примут участие ученики 7-8 классов, а 20 числа обсудят проблемы терроризма. 18 сентября балхашские школьники сыграют в игру «Ответ-вопрос». В филиале библиотеки номер 2 в микрорайоне Чедибай-Батыра пройдет викторина. Ученики будут отвечать на разные вопросы в стихах. Начало в 15.00. На следующий день в городском музее расскажут историю казахской письменности. На экспозиции представят статьи из газет, архивные журналы и старинные книги. Желающих ждут с 10 утра. Завтра, 14 сентября, определяют лучшую команду по мини-футболу среди школьников. На стадионе «Металлург» состоится финальная игра на Кубок Акима города. Болельщиков ждут в 11.00. В это воскресенье балхашская команда «Металлург» примет на своем поле карагадинский гифест. Спортсмены сборной являются чемпионами прошлого сезона и главными соперниками балхашцев. Игра пройдет на стадионе «Металлург». Желающих поболеть за команды приглашают в 11.00 утра. Какие происшествия и события произошли в стране и в мире, чем запомнилась неделя, расскажем в рубрике «Дайджест». После родовая депрессия в Узбекистане женщина выбросила из окна роддома двух младенцев. ЧП произошло в Наманганской области. Одна из пациенток находилась в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног. Она решила избавиться от ребенка и скрыть преступление. Женщина выбросила из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и малыша-соседки, лежавшей в этой же палате. Новорожденных с тяжелыми увечьями нашли на заднем дворе. Их сразу доставили в реанимацию, но девочки скончались. Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Умышленное убийство в отношении матери новорожденной» и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей в отношении ответственных лиц родильного комплекса. Государство в помощь. Больше полумиллиона казахстанцам списали долги по потребительским безалоговым кредитам на сумму больше 100 миллиардов тенге. Долги списали многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, лишившимся кормильца, инвалидам с детства, получателям адресной социальной помощи, а также сиротам до 29 лет. Депутат-мажелиса от фракции Акжол Дания Испаева предложила ввести норму по банкротству физических лиц. По ее словам, государство обязано оказывать необходимую помощь своим гражданам. Однако в неравном положении оказались те, кто, несмотря на все сложности, погашал взятые кредиты и честно выполнял взятые на себя обязательства. Учитывая одноразовость акций, нет никакой гарантии, что и в дальнейшем количество неплательщиков опять не вырастет до критического уровня. На результат жители Караганинской области собираются одновременно приготовить 10 тысяч литров кумыса, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Готовить большое количество напитка будут на 90-летие Жанаркинского района и 125-летие казахского писателя Сакена Сейфулина. Участвовать будут производители кумыса из 12 сел и двух поселков. Мужчины и женщины в национальных костюмах исполняют вальс и одновременно размешают 10 тысяч литров кумыса в тысячи бочках. Оценивать старания жителей будет представитель из Великобритании. Также для попадания в Книгу рекордов Гиннеса организует фестивали «Баурсак» и «Палау» с бесплатной дегустацией. Заслуженное звание казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева получила титул «Международный женский гроссмейстер». Самое высокое звание в женских шахматах юной казахстанки присвоили на заседании президентского совета Фидей в Будапеште. Для этого собрали все три нормы, выполненные ею на международных турнирах. Кроме того, спортсменку признали одной из лучших и перспективных и вручили орден «Золотой мангуст», который является для шахматистов своеобразным Оскаром. Награда присуждается за высокие достижения и вклад в спорт.